Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армаг и сегодня мы с вами будем смотреть завершающую партию в финале сетки венеров победителей между хэллайтами и редвайтом. Пока что сыграно было две игры и сначала выиграл редвайт, затем выиграл хэллайт, обе игры были на анархии, то есть по сути партии без правил. И сегодня мы с вами будем наблюдать третью решающую игру. Победитель попадает автоматически в гранд финал и будет бороться за 50 или 125 долларов, а проигравший вылетит в финал лузеров и будет ждать еще того, с кем ему нужно будет побороться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Предположительно, лучше брать все равно дипломат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какие дипломаты берутся? Их всего три стартовых. Да, вообще всего три дипломат, которые имеют сразу дипломатию. Это Риланд, Сайра и Аделька. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другие герои тоже могут схватить себе дипломатию. Да и в принципе дипломат может зайти в таверне в любой момент при игре за любой замок. Да и вообще даже без дипломатии. Пускай худо-бедно, но можно выиграть. Я смотрю тут в чатике развивается движение за возвращение итоги. Ну а теперь мы наблюдаем с вами за игрой Red White'а. Сразу же есть обзорочка, которая в общем-то и покажет расклад. Золотая шахта прям по дорожке. Второе Инферно находится немножко ниже. Есть улик, ящик Пандоры. Еще один ящик Пандоры. Колечко. Ну пару ящиков, точнее камней. Опыта есть также. Ну и сразу же надо пробивать зомби, чтобы разблокировать себе проход как раз наверх к этим камням мучения. Пока что среди тех героев, которые зашли, конечно Тазар выглядит наиболее предпочтительно. Специалист по доспехам. Ну а если попадется кто-то получше, то наверняка Рэдди пересядет. Также не забываем за рестарты. То есть каждый из игроков может отказаться играть тот или иной расклад, если он ему кажется неперспективным. Или сложным каким-то. Или, например, у вас есть какие-то предположения по поводу того, как сдало вашему сопернику, если вы считаете, что там ситуация лучше, чем у вас. Например, сразу же на старте соперник стартовал в гораздо большее количество героев, чем вы. Это ему будет гарантировать, по крайней мере, на старте более высокий темп. Ну, в общем, дважды можно на первый день отказаться, либо один раз на второй день. Играть тот или иной расклад каждому из игроков. Поэтому мы с вами можем наблюдать сейчас как уже игровую партию, так и в принципе это все может оказаться, что... Это не более чем просто еще один из тех раскладов, который будет в итоге зарестарчен. Одним из игроков. Ну, такая не тяжелая битва идет против зомби. Вообще, противостояние, конечно, между ребятами выдалось очень интересное. Получается, они для нас устроили целую серию игр без правил, которая будет состоять из трех игр. То есть это максимум, что ребята могли для нас устроить. И стоит отметить, что как в первой игре, которую Рэдди выиграл, так и во второй, которую он проиграл, он в обоих партиях откопал Грааль. И теперь он вместе с Таганашем, который уже покинул данный турнир, являются лучшими копателями. То есть и один, и второй дважды откапывали Грааль в своих партиях. Ну, насколько я помню, вроде бы больше никто у нас, да, не откапывал в ходе турнира. Поэтому больше, вроде как, и конкуренции среди них нет в этом плане. Ну, а пока такая микро-битва, скажем. Зомби медленные, поэтому нужно просто не подставлять сразу всех стеков. Стараться играть с вейта, то есть с ожидания, когда уже зомби отходили. Периодически подставляются змейки, потому что зомби бьют слабо, а у змеек довольно приличное количество здоровья. И это все дело позволяет иногда, подставляя змейку, отманивать зомби назад. По крайней мере, так можно было делать, пока были выстрелы. Когда выстрелы заканчиваются, и вы уже не можете стрелять, тогда уже со снятием ответок играете. И тут, вот видите, да, змейку пришлось тратить на снятие ответки. Это при том, что змейка очень полезный юнит, на самом деле. Не так уж хочется ее тратить. Ну и, как ни странно, опять начинается обелиска Рэдди. Вот он на волне успеха со своими Граалями, я так понимаю, хочет продолжить свою серию откапывания Грааля. Не, ну если он сможет в трех партиях откопать Грааль, это будет прям, ну вообще реально эпично. Для нас, зрителей, это будет веселый момент, но для Хэллайта, я думаю, там бомбежка будет нереальная по этому поводу. И рестарт. Оказалось, что блок из монков сначала. Субтитры составил DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует... По- pixelномуropolis. Продолжение следует... 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 Лоу! Ха-ха-ха... Так, давайте подумаем... У нас есть колодчик... Героев с 25 маны нету... Героев с 25 маны нету, это проблема, конечно... И что не менее обидно, добить экспу негде... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что за шаблон? Давайте посмотрим... Не хотелось бы из-за вот такого фиктивного шоколада слить катку... Продолжение следует... 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 Да, это у нас шестая анархия, бедненький рез, шестые выхода на соседние респа, три трежерных зоны. Калит уже в который раз приходит Рэдди и, кстати, сразу обзорочка. Вот когда вам обзорочку сразу дают и если есть еще рестарты, это прям очень здорово. Но даже если нет рестартов, то это помогает, вот как сейчас, определиться с направлением. Там, например, сразу же видно один проход, змейки охраняют, второй проход, черные рыцари. Есть еще два прохода, но там пока охрань не видно. То есть нельзя так с уверенностью сказать. Но то, что развилка сразу же прям возле замка идет в разные стороны, это здорово. Это поможет, например, хорошо героям сразу разбежаться в разные стороны и потом уже в зависимости от этого как-то дальше строить цепи, планы и так далее. Как бы вы не разбегались в первый день, в какие бы стороны не посылали героев, в любом случае к моменту начала второго хода они будут в радиусе одного хода друг от друга. Ну, за редкими исключениями, если вы прям реально там вообще цепи разорвете. И пойдете не во все стороны, а в какие-нибудь две сразу. Ну, одного героя тогда будет не хватать, конечно. Для связки данной цепи. Пока что пробиваются феечки. При игре за данный замок снова обелиск. Ну, да, видно, видно, что Рэдди хочет все же сразу же хвататься за возможность отстраивания Грааля. Раньше были правила, когда Грааль запрещали там до второго месяца или сколько там недель должно было пройти, сейчас уже точно не вспомню. До того момента Грааль откапывать было нельзя. На некоторых шаблонах. Но сейчас вроде как это правило упразднилось. Ну, а в данной партии так вообще игра ведется без каких-либо правил. Единственное правило, которое ребята должны соблюдать, это играть без всяческих читов и программ для взлома и так далее. Ну, поскольку все игры стримятся, ведутся записи, то нечестная игра она сразу же будет видна, если даже кто-то вздумает этим заниматься. Даже если визуально не будет видно этого, то можно, например, будет понимать, когда там хакнули карту, к примеру, кто-то из них. И начинает развиваться таким образом, что идет именно в те стороны, которые для него и играют. Наиболее важную роль берет именно объекты, те, которые, ну, идет вслепую, грубо говоря, к ним. Это сразу же наталкивает на мысль о нечестной игре. И дальше уже, в зависимости от судьи, от ведущего турнира, может быть принято решение о снятии данного игрока с турнира и его дисквалификацию. Ну и плюс он заработает для себя, конечно. Авторитет читера, после чего он может не допускаться к различным турнирам, да и мало кто с ним захочет играть вообще. Поэтому нужно дорожить и своим авторитетом, и уважать своих соперников. Ну а тем временем у нас уже второй день, как вы видите. Пока что пробиваются зомби со стороны Редвайта. Угурни баллиста стреляет сильно, но не сразу. А когда уже баллистика прокачается поинтереснее. Точнее, не баллистика, а артиллерия, да? Так, и вы посмотрите, сразу же уже несколько обелисков за короткий срок посещает Редди. Становится опасно. Реально опасно. Да там могли интеллект и воздух предложить, это бы тоже всё... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 А, он пытается сразу же и Грааль копать, так что ли? В надежде, что Грааль находится где-то здесь Ну, в принципе, да, место очень похожее Вот этот вот уголочек Да, вполне может быть Не, ну я с нетерпением жду Причем жду двух моментов Со стороны Хеллайта Как он будет прыгать из одной зоны в другую И, возможно, быстро сможет прибежать к Редвайту и навязать ему борьбу Или же, наоборот, как можно быстрее развиться Присоединить себе побольше армии И за счет мощной вынести Редвайта А со стороны Редвайта, ну, в общем-то, ждем Чтобы он как можно быстрее Откопал Грааль И, опять же, даже без дипломатии Мог попытаться перемощнить оппонента даже чисто на родной армии И по экономике сможет превзойти Потому что золото будет много капать И по армии Потому что прирост увеличивается, конечно Внутри замка Вот единственный вопрос К моменту, когда Редди откопает Грааль Если он его, конечно, откопает до момента встречи В каком замке он его будет строить Если, конечно, будет где-то у него замок сопряжения То, я думаю, сомневаться не приходится Что Редди, ну, с вероятностью, наверное, в 90% Он будет именно в сопряжении Грааль и ставить А вот если не будет сопряжения То какой замок он выберет Свой родной Или же нет Еще свиток Это ТП, наверное За моральки Возврат Так, ну здесь будет довольно больно Свиток, походу, делает пятого в таки уровне За блеслом постреляем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это похоже на самом деле на пятый уровень Ну, нет, может D4 Сейчас посмотрим Сколько игнорей там было, 66, да, или что-то такое Давайте глянем Снова ходит Рэдди Уже, в принципе, даже раскопки начал проводить Пока что безрезультатно Субтитры сделал DimaTorzok Ну, темп, конечно, у Рэдди не очень высокий, но во многом это из-за того, что он уже пытается откапывать Граали Два героя заняты исключительно этим Значит, это у нас был Spill Scroll Пятого уровня Субтитры сделал DimaTorzok 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 Досло мне не нужно Ну да, Костовый Амулетик тоже дает определенную уверенность Так, ну мы сейчас минимум еще один левел поднимем на камни На знание бы что-нибудь Что интересного, щитки охраняют Да, рестарты все исчерпаны Сейчас мы, кстати, будем параллельно начинать игру в дуэлисте С неким игроком буули Все-таки, наверное, имело смысл захватить на предыдущий ход город и поставить там эльфов Да Вполне себе имело Потому что сейчас будет седьмой ход И если я поставлю сразу ГМ То... То грандов у меня не будет А гранды нужны Можно потерпеть один ход без маны еще А зато быть с грандами Все равно отстройка не какущая Надо хоть что-то делать Хоть как-то из говна выбираться Так, судя по шаблону Трожаков на карте до жопы И они жирные должны быть И во все стороны Конечно, на песочек я не хочу идти Тем более без разведки Снова у нас входит Red White Данная партия, ребят, возможно После видеомонтажа будет Порезано на много кусочков Это связано с тем, что опять же Ребята используют у себя на стримах музыку Нарушая этим Авторские права И это на случай Если YouTube Забанит звуковую дорожку И не будет звука вообще Чтобы мне пришлось переозвучивать Просто какой-то маленький отрывок Из партии А не всю партию сразу Тратя на это очень много времени Последняя партия Последняя партия вообще очень проблематичная По видеомонтажу получились Очень много времени На все это дело уходит Уже в принципе даже лето подходит к концу А я все еще не могу отдохнуть Хочется побыстрее закончить со всем этим делом Ну подтягивает как можно больше армии на горне Кстати, заметьте, что уже есть владыки Ну пяты так называемые И как только он сможет их загрейдить Он может уйти в демонение И это будет неплохая прибавочка К той армии, которая есть в данный момент Пока что отдается на убой аджор Аджором служат гоблины Не потому, что они бесполезны А исключительно потому, что они не родные И увеличивать их прирост не получится все равно Владыка один тоже потерян Ну, самый главный результат Один владыка взамен на выход Далее Это в общем-то неплохо Потому, что тут открываются дополнительные перспективы для Рэдди Но правда, опять же, впереди Как на зло стоят Теперь уже грейженые гарпии И плюс бехолдеры, то есть глаза зла Ну вот, реально закон подлости Чем дальше, тем хуже Но это особенности развития в подземке Рэдди отходился Рэдди отходился Кач идет, но как-то так себе Кисленько Еще и знание не вкачалось Еще и знание не вкачалось Ага, дипломатия продвинулась Тоже хорошо Так Так Сюда просто так не пройти, да? Понятно Так Ну и что? Грандуй Убивай Убивай Гранду Эльфа поставим все таки Тут даже особо Думать нечего Идём подкачиваться. Можно сейчас подобрать будет сундук, выкупить героя второго, то есть, который здесь будет, и разбиться сюда домой, резать ману, и потом прыгать в эту сторону. Снова ходит Рэдди, продолжаются раскопки, и со второго раза тоже ничего не получилось. Ну а Гурни в это время качается дальше, чтобы как можно сильнее усилить Баллисту до того момента, пока можно будет пробивать те охраны, которые стоят на дороге и блокируют проход куда-то. Приходится даже по бездорожью бегать Рэдди, ну в общем, пока, конечно, его игра похожа больше на какое-то выживание. Тяжело, конечно, развиваться в таких условиях, но опять же, греет душу то, что, возможно, Грааль копается в правильном месте, и если это так, то это только дело времени. Субтитры сделал DimaTorzok